Привет, мои хорошие, доброе утро и всем огромный пламя итальянский чао. Я сейчас утром поеду, сделаю мощную гимнастику, потом приеду домой, пообедаю и отвечу на все ваши вопросы, потому что мне в последнее время некогда было отвечать на вопросы. Завелась музыка потише, как всегда. Так что приеду домой и отвечу. У меня там, смотрю, накопилось порядочное количество вопросов, так что будет. А, это у меня освежитель воздуха для машины. Ну все, поехала. Так, у нас нынче цирк уже в нашем городе. То Ленусе был цирк, теперь в нашем городе цирк с 15 до 24. Из Рима приехал. А здесь рекламируют, наверное, рождественский базар в монастыре в городе Торбо. А где город Торбо, даже не знаю. Так, ну все, я уже отзанималась. Слава Богу. Там мощная гимнастика, конечно, мне нравится. Еду домой. Так, я эту гимнастику, в принципе, могла бы и дома делать. Ну, главное, выучить расположение этих упражнений, распорядок, в общем, так. Но дело в том, что дома я бы ленилась, наверное. Я могу делать такие вот энергичные упражнения. Я смотрю всегда на Ютубе, какие там гимнастики и делаю. Но это не такие, конечно. Там не сбрасываешь столько пота, как вот именно на этой гимнастике. Вот на этой гимнастике, наверное, калории 400-450 сбрасывается за 45 минут. Представляете? Ну, все, здорово. Ну, все, я почему не спешу, потому что у меня еще осталось лазанье после вчерашнего обеда. Я, наверное, опять съем маленький кусочек лазаньи и просто так с помидорками зажую. Вот. Все, поехала. Так, я уже пообедала. Но прежде чем отвечать на вопрос, мне надо сначала распаковать всю эту мою спортивную сумку. Что на сушку, что на стирку. И, кстати, развесить надо еще тазик вот этого белья. Белое. А почему-то я в белое засунула свою розовую водолазку. Ничего страшного. Так, ну, можно и на вопросы ответить. Я тут буду пользоваться лупой, потому что у меня на кухне нет очков. У меня на кухне есть лупа. На случай, если я когда какие-то покупки делаю, например, и надо посмотреть ингредиенты, у меня всегда есть лупа. Лупа у меня появилась еще до очков. Я, видите, свет включила, потому что на улице Темень у нас снова обещают дожди начаться. И вот обещали где-то после обеда вот уже должен начаться. И вот у нас пока темно, но пока дождя нет. Посмотрим, что будет дальше. Я смотрела, кстати, по парамнезу. Наверное, на неделю вперед будут дожди. И представляете, вот так вот у нас сезон дождей. Я, кстати, заметила, что у нас в этом году осень намного холоднее, намного дождливее, намного мокрее, чем в прошлом году. В прошлом году у нас все-таки была золотая осень. У нас была достаточно, если даже, может, не тёплая погода, но и не дождливая. Была солнечная погода. Вот. И чаще всего, я помню, гуляла, и было много жёлтых листьев сухих. А сейчас жёлтые листья на земле валяются, но всё мокрое, постоянно мокрое. В общем, вот так вот. Так, ну, ладненько, включаю телефон, отвечаю. В телефоне не все вопросы будут видны почему-то, потому что те, которые одобрены, я их одобряю, а их в телефоне уже не показывают. То есть, не знаю почему. Если что-то не вспомню, то я так уже письменно отвечу. Так, у меня тут первые сообщения от... Ой. А, Елена. Елена Ника, подружинка моя. Елена Ника написала. Привет, молодцы, что в такую погоду дома не сидите, а мне в дождь совсем не хочется вылазить из дома. Ну, это когда мы были в Модене. Ну, конечно, что там в гостинице сидеть, если есть возможность погулять в незнакомом, в новом месте. Пусть дождь, не дождь, как говорится. Ну, мы же не по улице, мы же в торговый центр поехали гулять. Зато там действительно красиво. Вот. Ну, конечно, я тоже в дождливую погоду люблю дома сидеть. Ну, до поры до времени. Потом на меня такая тоска нагнетает, что хочется куда-то поехать, что увидеть, куда-то погулять. Тем более, в Италии полно торговых центров. Каких интересных там супермаркетов, флоры и фауны. В общем, дома тоже тоска. Тоска зелёная. Так, Светлана написала, знаю, что в таких местах Неаполя и пригорода всегда перед поворотом сигналят, вдруг кто едет. Я заметила, это тут так принято. Ничего себе. Ну, скорее всего, у вас там сигналят, потому что где нет светофора, наверное, и где нет полос. Есть полоса, которая останавливает людей, чтобы они останавливались и пропускали там, например, я не знаю, наверное, вот в тех местах Неаполя и пригорода. Ну, вот в пригородах, да, может быть такой, а в Неаполе, Неаполь-то большой город, но должно быть, должно быть все эти знаки, как говорится, останавливающие. У нас не сигналят перед поворотами. У нас есть светофор, у нас есть полосы и все люди вот так вот, как говорится, соблюдают право дорожного движения. Вот. Так, идем дальше. Меня Ирина спросила, Галя, а почему вы у сестры в доме не остановились? Ну, во-первых, у сестры нет лишних комнат, у них нет комнаты для гостей. А во-вторых, сестра сейчас в данный момент уже несколько месяцев, как делает перестройку в доме, и там у них такой бедлам, что, как говорится, им не до гостей. Вот. Даже вот мы приехали в первый день, вот в ее день рождения, мы приехали только чисто на обед, чисто на пару часов, и все. И там больше не оставались. Я больше, как говорится, не видела ее дома. Но уже, надеюсь, когда они уже доделают весь ремонт, вот, она позовет в гости, мы приедем с удовольствием, я хоть посмотрю, как у них там все изменится, потому что я знаю, как у них там все было до, вот. Мне, конечно, тоже нравилось, как было до, но сейчас, наверное, будет намного лучше, намного суперски. И вот я когда только увидела эти все изменения, несмотря на то, что ремонт, вот именно как все прирожается, я сказала просто вау, вау. И то, что мы в гостинице остановились, они у сестры, это мы не оплачивали гостиницу, это сестра такой широкий жест сделала. Она нам сама забронировала гостиницу, вот, и сама оплатила, за что ей спасибо большое. Ну, когда у меня тоже будет юбилей, я тоже позову всех своих родных, которые живут в Италии, и я их тоже буду, как говорится, ютить, где у себя, если получится, где в гостинице рядом. Так что вот так вот, потому что мы, мышь, семья ее по палке, без лупы не вижу, как без очков. Тоже Ольга написала, сейчас, 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 может быть, он был обкуренный, у нас на юге тоже не сигналит. И вообще, если кто-то остановился и разговаривает, остальные стоят и ждут, пока они перебросят двумя словами. Конечно, в пределах разумного. Ну, да, да, итальянцы, они любят базарить, даже остановятся и стоят разговаривать. Ну, а то, что он был обкуренный этот на дороге, на автостраде, вот этот странный человек, который по-странному ехал и опасно ехал, может, даже был и обкуренный. И вы знаете, что я хочу сказать? Что когда я, когда я именно сняла его на телефон, быстро, когда мы быстро его объехали, я успела снять. И мне, я показалось, я точно помню, что я видела женщину, вот, что женщина еще и смотрела в сторону его, этого шофера, и она еще посмотрела на меня. Я помню, что она на меня посмотрела. Арина сказал, что, оказывается, рядом с ним никого не было, эта женщина сидела сзади, и она, видать, к нему его постоянно там, чтобы он не заснул или что. Или, может быть, это она ему сказала притормозить, что он сильно быстро ехал. В общем, непонятно, непонятно. Эта женщина, может быть, эта женщина сидела сзади, потому что была с ребенком, а он был впереди один. И что там с ним, обкуренный, не обкуренный. Но, скорее всего, он не спал, потому что мне уже такое начали напридумывать, мне написали в комментариях, типа, что он спал, надо было ей посигналить, надо было разбудить его. Я говорю, слушайте, если бы он спал, он бы уже давно бы сделал аварию. А так уже сколько времени прошло, уже, наверное, 15 минут прошло с того момента, когда мы его видели первый раз, когда он нас обогнал и быстро ехал, еще вот так вот ветляя. И мы его долго не видели, где-то в течение 15 минут, и потом он только вот свалил скорость, и оказался перед нами. Вот так. Ну, а если бы он спал, он точно бы уже давно в аварию попал. Так что не надо придумывать, конечно. Я тоже вначале думала, что спал, даже там в машине воскликнул, он спит, он спит, там, туда-сюда. Мы видели, что у него открыт рот, но глаза я не видела, чтобы полностью были закрыты. Вот так вот приоткрыты были какие-то глаза, непонятные. И рот открытый, что там, не знаю. Вот. Так что не надо придумывать. Просто так ехать так долго, так быстро и обгоняя других в сонном виде невозможно. Так что, ну, это я потом так подумала, действительно, он, скорее всего, не спал. Потому что если бы спал, действительно, была бы уже давно авария. Когда я ещё ехала и смотрела впереди, нет никакой аварии, нет никакой аварии, значит, всё нормально. Вот. Ну, слава богу. В рисе пользы нет. Ну, да, я тоже, вот, мне написали, вот, когда я спросила насчёт риса, вот этого, что я купила, мне понравился реально, мне Светлана, снова подруга с юга, написала, что реально в рисе вообще пользы нет, но если нравится, можно есть. Я рис, конечно, я рис люблю, хотя надо есть коричневый. Вот насчёт коричневого хотел написать. Знаете, недавно смотрела программу какую-то про здоровье по ОРТ, не знаю, какую, то ли по российскому каналу, то ли по ОРТ, не помню. И там проводили, как бы, исследование сахара нормального белого и нерафинированного коричневого, да, я правильно так сказала? И, да, есть, конечно, немножко разница в рафинированном и нерафинированном, но, однако же... Ой, что я говорю? Я говорю про сахар, да? У меня был про сахар вообще комментарий, или про рис? А, да, про сахар мне Света написала, что она любит, конечно, коричневый сахар. Вот это, что я уже, наверное, устала немножко. Не про рис говорю, а про сахар. Ну да, потому что в этом рисе есть сахар. Вот, и там сказали, что рафинированный, что нерафинированный сахар, он одинаково... Как это? Вреден. Вот так вот я... Что рафинированный, что нерафинированный, так что... И коричневый сахар, он тоже вредный сам по себе, не только белый. Ну вот, не знаю, не вижу вообще. Что такое? Без очков уже, без очков не могу. Надо на кухне сюда тоже принести одну пару очков, потому что так удобнее. Когда, например, ладно, я понимаю про счастье эти ингредиенты. Но когда вот комментарии... Галенька, я море люблю, но активный отдых. А как к итальянцам поспать, посидеть и весь отпуск, так мне скучно. Горы тоже активные, леса. А, да, мне тоже вообще не нравится такой отдых, где только лежать. Лежать, вверху ноги, и всё. И лежать перед телевизором или перед компьютером сидеть. Я люблю тоже активный отдых. Если на море, то плавать обязательно. Вот даже вот позапрошлое лето мы ездили на море встречаться. Именно вся семья наша, именно вот сестра, двоюродная сестра. А, две сестры там было. Все мы три сестры были, потом племянница была и двоюродная сестра. Представляете? Ну, и с детьми, конечно. Сколько нас там было. И там не было гор, там было только море. Вот, мы, конечно, плавали хорошо и играли в волейбол, по-моему, насколько я помню. И играли там возле дома бабинтон. Я играла с детьми. И вот, а по утрам, рано утром, мне не спалось в шесть утра, я уже на ногах была. И мы с сестрой по очереди ходили бегать. Вот, чтобы одна на шухере дома сидела, пока все спят, другая бегала. Вот. Так что я там нормально по берегу моря побегать. Это вообще тоже супер как и полезно, и для тела, и для души тоже, потому что очень красиво. Я даже, когда там, помню, бегала, снимала на телефон, там прям мои эти были, как говорится, впечатления. Супер, пупер выше крыши. Все, уже скоро Арину придет, сейчас я буду дубать. Кстати, сегодня завтракала и попробовала вот эту вот овсяную, моментальную, моментальная овсянушка с малиной. Нежный сливочный вкус. Вот. Попробовала ее, мне лично понравилось. Я очень жалею, что когда мы приехали сюда, Никита был еще маленький, и не было именно здесь таких каши. Я не знала, где купить такую кашу, и не знала, где у нас бусики, бусики не, потом узнала, но все равно бусики такие каши не продают. Я не знала, где у нас тут такие магазины с нашими продуктами. Вот я бы Никите брала бы такую кашу, чтобы он, а то он уже отвык, честно говоря, от каши. Единственное, что вот рисовый, рис, когда я делаю рисовую кашу с курятиной, он хорошо кушает. Вот. Ну, слава Богу, борщ еще кушает. А так он уже отвык от этих всяких каш. Ну, вот я попробовала, сегодня утром позавтракала. Я так быстро, я первую ложку, оп, распробовала. И так быстро ее съела, мне очень понравилось, кстати. Я так думаю, обязательно, как только закончится, поеду в тот магазин и куплю еще таких каш. Потому что по выходным, например, у меня есть время, по выходным я могу варить сама кашу. Вот у меня, кстати, немножко осталось этого геркулеса, немножко вот тут. Но у меня осталась еще вот такая вот упаковка геркулес, который надо варить 15 минут, видите. Вот. По выходным у меня еще есть время сварить кашу, а по будням надо быстренько позавтракать. Вот эта моментальная каша очень даже, кстати, помогает. Помогает, так что, так что я довольна, что купила, мне понравилось. Вот у меня мясо готовится, потихонечку на маленьком агонез, ручком. И потом добавлю еще подсорки и зеленый горошек у него. Сегодня, раз только разморозила, решила сделать вот это блюдо и сделала видео Ленусика, моей Петрушки, Молдаваночки. Лена, Молдаваночка. Они тоже готовили такие вот хвостки мяса, борщины, как они называются. Классно. Субтитры сделал DimaTorzok